Брюс Ли Брюс Ли всегда относился очень серьезно, именно как к тому человеку, который, можно сказать, сформировал в кино целое направление, целый новый жанр. У меня даже был момент, когда я именно не с точки зрения, как поклонник нейнаборства, а с точки зрения, как... Ну, мне было интересно, как он... Он же являлся и продюсером своих фильмов. Да-да. Мне было очень интересно, как он это делал. То есть, естественно, как он играл, как он преподносил себя. Вот именно этот новый жанр, который, по сути, совершил революцию в мировой киноиндустрии. И вот в этом его феномен... Ну, то есть, вы его считаете все-таки... Ну, так как бойца, все-таки, все-таки я думаю, что выдающимся бойцом вряд ли он был. По большей степени он был... Ну, он мастер боевых искусств, безусловно. Но боевые искусства, они все-таки бывают разных видов. Если говорить о каких-то практических вещах, то мне кажется, что Брюс Ли это... Ну, вот по вашей оценке, если бы Брюс Ли сошелся с Ван Дамом, кто бы из них победил? А Ван Дам, кстати говоря, он совсем не боец. Не боец, да? Нет, он... Нет. Он актер, он... Он актер. Он актер, раньше, возможно, занимался какими-то видами спорта, что позволяло ему в кино использовать свои физические данные. Но он не боец, это точно. То есть, Брюс Ли бы победил, скажем так. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.